Добрый день, дорогие друзья! С вами Александр Герчиков, Аня Герчик и Ко. Сегодня у нас обзор рынков форексов, обзор фондового рынка, рынка акций. Первое, что хочу сделать, это, естественно, поздравить всех с 1-2 сентября, День знаний. Вы знаете, на самом деле, я часто очень вспоминаю, когда я был в школе, ну, до определенного класса, особенно, там, первый, второй, третий, там, это линейка, там, это все, там, веселые и все остальное. Это действительно был большой праздник, поэтому всех-всех, у кого есть дети, я поздравляю с 1-го сентября, с Днем знаний. Желаю, действительно, чтобы ваши дети вас радовали, а их знания только увеличивались. Также хочу напомнить, что 21-го сентября в Москве у нас пройдет форум трейдеров Куба Картель. Приглашаю всех на это мероприятие, все ссылки, регистрации, все будут под этим видео. 21-го сентября Картель. Картель, это всегда круто, это всегда весело, это всегда интересно. И это самое главное, вы будете общаться с людьми, которые с вами одного интереса. Также, дорогие друзья, хочу напомнить про наш традиционный уже пятый сезон конкурсов в Дэво-счетах. Проходит регистрация участников, которые хотят попробовать свои силы и получить стартовый капитал в профессии трейдера. Расскажу несколько слов о том, что это такое. Дело в том, что несколько лет назад мы запустили первый конкурс. Просто вам напомню, что в прошлом конкурсе участвовало больше 6 тысяч трейдеров со всех стран мира. У нас огромная, действительно, со всего мира, и Индия, и Китай, и Малайзия, и Филиппины, Вьетнам, Европа, вся Германия, Франция, Италия, отовсюду у нас были трейдеры. И все предельно просто. Вы открываете демо-счет в компании «Герчик и Ко», торгуете на нем 3 месяца, показываете хороший результат, который совместим с просапкой, которая будет оговорена. И если вы действительно попадаете в 55 топ-участников, то есть большой плюс нашего конкурса – это то, что нет первого, второго, третьего места. Первый победитель забирает все, потому что мы прекрасно знаем, что победа бывает иногда, может быть, случайная. И самое главное, самое главное, что в 55 участников, если вы попадете, вы получаете одну тысячу настоящих долларов на свой тимосчет и можете попробовать свои силы в профессии профессионального трейдера. Сам конкурс стартует 1 ноября 2019 года, продлится 3 месяца, и вы можете сейчас регистрироваться. Вообще больше информации о конкурсе, акции, форумах вы найдете в описании под этим видео. И, как всегда, если вам нравятся мои обзоры, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы все время получать уведомления о новых трансляциях, о наших видео и вообще обо всем. А если вам не нравится, просто не надо писать гадости, просто все равно ставьте плюсики. Первое, хочу сказать, что последние две недели, даже чуть-чуть больше, они прошли под эгидой Твиттер Трампа. То есть, ну что Трамп сказал, то в принципе рынок и делал. То есть, я сейчас просто покажу вам спайдер, да, сейчас мы посмотрим вместе с вами спайдер и посмотрите, что происходило. Да, ну просто вообще космос по-другому не назовешь. Буквально это как раз ровно две недели, ну чуть-чуть больше, чем две недели назад. Посмотрите, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. А обычно на таких, когда рынок себя так ведет, тут выигрывают трейдеры, которые, будем говорить, учить я, учил я. Почему? Потому что трейдеры, которых учил я, они торгуют инструменты, которые живут так называемой своей жизнью. И сегодня некоторые инструменты из этих я вам покажу. То есть, когда вы торгуете, например, Apple, Tesla, Alibaba, Facebook, Google, вы будете абсолютно так же в этой волатильности. Но когда вы, например, торгуете акцию, которую я вам показывал раньше, TLRY, посмотрите, 40 долларов, акция упала до 25, акция упала практически на 15 долларов. Это очень большой рывок, это порядка где-то 40%, то есть инструмент упал порядка 40% за две недели. Я вам эту акцию показывал, вы видите, она у меня как раз на основном листе стоит. И я стараюсь выбирать акции, которые по-простому живут в своей собственной жизни. Сегодня я покажу еще несколько таких акций. Также у меня в Телеграм-канале есть реальные рекомендации, которые по-простому вы можете посмотреть. Ссылку нам на Телеграм-канал сейчас Лена сбросит. Поэтому посмотрите спайдер, вы увидите, что действительно очень высокая волатильность на рынке. И тут надо очень аккуратно, надо сегодня смотреть, когда сегодня рынок закрыт, очень сильный уровень. Видите, вот он 295, то есть 2950 по S&P, видите, такой зеркальный красивый уровень. На него нужно обязательно обращать внимание, если мы сможем за этот уровень вылезти, то у нас все шансы для того, чтобы мы дальше пошли обновлять ХАИ. То есть рынок действительно сможет обновить ХАИ. Давайте начнем с Тесла. Тесла, как я уже говорил, видите, она очень тоже волатильная стала. Тесла такая очень тяжелая компания, хотя я смотрел отчеты электрических автомобилей. Отчеты электрических автомобилей очень сильно растут. Но видите, на Тесле сейчас наступают на ноги, хотя у них, в принципе, и огромное количество своих изобретений очень крутых. Но на Тесле на ноги наступают, на пятки наступает очень крупная компания. И, в принципе, Тесле не так легко будет с ними тягаться. Такие, как вот Ауди, Мерседес, BMW, они стали выпускать тоже полностью электрические автомобили. Сейчас борьба идет только за две вещи, да, все, что связано с электрическими автомобилями. Это скорость зарядки и интальные сходы. Но все остальное больше никто не обращает внимания. То есть две вещи, на которые действительно, за которые борются. Это емкость батареи, да, чтобы батареи уже некоторые начинают потихонечку... Какие-то маленькие портативные батареи, чтобы не очень большие были. Или, там, если вдруг тебе надо до заправки доехать, ты можешь вытащить, там, или добавить эту. Она, там, подзарядит твой автомобиль. То есть борьба идет за расстояние, вернее, да, за пройденную дистанцию. То есть тайность хода и скорость зарядки, да. То есть сейчас уже есть очень крутые зарядные устройства, особенно в Америке, которые, там, будем говорить так, за 35 минут почти, там, 70-75% паков вам добирают. Поэтому Tesla, понимаете, это как бы такая компания, это тоже новостная компания, там, надо за ней очень внимательно смотреть. Я думаю, что если бы в Tesla не было Илон Маска, то Tesla не была бы Tesla. Да, это как раз так называемая компания одного человека. Есть буквально несколько компаний в мире, компания одного человека. Вот Tesla одна из таких компаний, где, по сути дела, очень много держится именно на энтузиазме Илона Маска. Следующая компания Amazon, видите, то же самое практически как рынок ходит. То есть сейчас все затихли, видите, все ждут вот этого так называемого пресловутого спайдера. Если вы посмотрите, то увидите, что Amazon практически один в один, видите, чуть-чуть хуже немножко, чем спайдер, да. То есть спайдер более, вернее, сделан небольшой маленький откок. Amazon, конечно, отскочил где-то порядка 10-12%. Хотя спайдер, еще раз видите, спайдер не так далеко. Спайдер пошел буквально всего на 2,5-3% от своих самых высоких точек. Поэтому за Amazon очень внимательно следите. В какой-то момент вы должны понимать, что с Amazon будет проблема. Компания не сможет дальше с такой скоростью развиваться. Естественно, их квартальные отчеты, по сути дела, будут расти. Но скорость движения компании не будет такой большой. Им в какой-то момент действительно придется немножко отступиться по цене. Я думаю, что Amazon, любой первый квартальный отчет, который покажет замедление темпов роста, он, по сути дела, очень сильно ударит по Amazon. Alibaba. Все знают, что Alibaba действительно очень люблю. Надеюсь, что на Alibaba не повлияют санкции между Америкой и Китаем. Пока что выглядит все нормально, видите, пока все хорошо. Если Alibaba сможет пробить 180 долларов, я думаю, что Alibaba улетит. Смотрится она очень хорошо. Вниз она идти не хочет. Находится, по сути дела, она тоже недалеко, порядка где-то 10% от своего хая. Поэтому Alibaba смотрится очень-очень плохо. Facebook. Facebook пока, видите, очень волатильный. В Facebook ничего нет. Но только вот вышел 195. У нас очень сильный уровень. Зона, если Facebook зайдет за уровень и за зону 195, тогда можно будет говорить о каких-то чистых намерениях Facebook идти дальше. Но опять же, надо очень внимательно сейчас смотреть за рынком, что делает на рынке Apple. А по Apple, в принципе, почему я позитивный? По Apple я позитивный по одной простой причине. Был последний когда-то отчет квартальный. Я очень внимательно смотрел за отчетом Apple. И то, что мне понравилось, мне понравилось, что Apple, по сути дела, компания стала мультибрендовой. То есть это в каком плане мультибрендовой, я не ошибся, я понимаю, бренд один Apple. Я имею в виду мультифункциональная мультибрендовая. То есть у Apple есть огромное количество своих брендов. Там iTunes, Apple Pay и многие-многие другие. У них это компания, в которой очень большое количество кеша, налички. Они, по сути дела, могут покупать, кого они хотят. Поэтому компания зарабатывает десятки миллиардов долларов на сторонних сервисах. И они построили себе базу лояльных клиентов, включая меня, у людей, у которых куча айфонов, куча разных сервисов и всего остального. Поэтому очень внимательно нужно обращать внимание, как Apple дальше будет показывать рост именно в бизнесах, непропорциональных самому айфону. Следующая компания – это Google. Google я тоже уважаю. Но вот посмотрите внимательно. Видите, практически идентично. Все замерли. Все ждут, что, в принципе, будет с Google. Видите? Замерли. И опять же, если S&P все-таки погонит вверх, то у нас будут все шансы для того, чтобы Google пошел вверх. Следующая компания – Uber. Я вам ее показывал. Кто смотрел? Я сказал, Uber убьют. По одной простой причине. Компания теряет огромное количество денег. И пока что я не вижу никакого прогресса. То есть компания, по-моему, за последний квартал потеряла чуть ли не 2 миллиарда. Я думаю, что в какой-то момент людям, которые находятся в этой компании, это надоест. И они, будем говорить так, финансировать эти утехи не будут. Поэтому очень внимательно следите за Uber. Давайте посмотрим лифт. Лифт, как ни странно, даже чуть-чуть, видите, лучше выглядит, чем Uber. Uber уже пробил локальное минимум, а лифт подходит к своим локальным минимумам. Поэтому за лифтом надо смотреть. На самом деле, посмотрите, очень сильное падение. С 90 до 48 практически уполовинились. Я думаю, что обе эти компании будут дальше продолжать бить. Следующее, что я вам еще хотел показать, это акции KHC. Выше 26 долларов можно покупать. Это Heinz. И я думаю, в какой-то момент, когда у них что-то наладится, то это вот Warren Buffett дальше будет покупать. Две компании, которые, я думаю, Warren Buffett будет покупать. Это Tema. То есть у него очень большая потеря по Tema и KHC. И обычно такие люди, как Warren Buffett, которые никогда ничего не продают. Видите, они у меня стоят на первом листе. KHC. Это Heinz. И акции Tema. В какой-то момент, я думаю, что даже когда их очень сильно побьют, по сути дела придет к ним покупатель, и на них можно будет обращать внимание. Это сразу предупреждаем. Не ловлю ножей. Я не ловлю ножи. Это компания, по сути дела. И одна и вторая, которая зарабатывает миллиарды долларов. То есть это не какой-то шлак. Одинственное, что, к сожалению, что Tema, она стоит как шлак. Хотя компания абсолютно не шлаковая. Я вам просто покажу, где компания была, чтобы вы понимали. Акция была 75 долларов. Сейчас акция стоит 7. Поэтому очень внимательно смотрите за Tema и за KHC. Все. Сегодня рынок закрыт. Сегодня никаких суперкатаглисмических вещей не будет. Кстати, кто нас смотрит, посмотрите евро. Я говорил, евро чистый шорт. Евро очень сильно идет вниз. Я думаю, что мы опять увидим 1.05, как вы видели несколько лет назад. Всем хорошего дня. Всем удачи. С вами был Александр Герчик. Обязательно ставьте нам лайки. И всех с праздником! С вами был Александр Герчик.